друзья привет меня зовут евгений это канал вселенная beautiful world проект географии россии и сегодня я вас приглашаю погулять вместе со мной по станице татцинской а точнее по одной из ее улиц которая носит название ленина и так наша прогулка начинается от татцинского историко-краевического музея музей был основан в октябре 1968 года его открытие было приурочено к 25 годовщине татцинского танкового рейда экспозиция музея расположена в четырех залах на постаменте стоит танк т-34-85 поставлен он легендарному бодановскому рейду о котором вы можете посмотреть на нашем канале ссылка в описании мы пересекаем переулок соревнования и поднимаемся на центральную аллею раньше она выглядела вот так визитной карточкой страницы татцинской является аллея героя ее создали в районном центре способом народной стройки уже более трех десятилетий назад именно тогда здесь появилась композиция из бюстов земляков которые были награждены высшими званиями воинского и трудового отличия в их числе девять героев советского союза два героя социалистического труда и один полный кавалер орденов славы а это переулок вечеркино немного истории основании станицы татцинской исходя из документальных источников государственного архива ростовской области станица татцинская ведет свою историю с момента образования в 1881 году хутора талова ермаковской станицей первого донского округа около хутора талова очень часто останавливались подводы пришлых людей чтобы отдохнуть и напоить коней а затем начали здесь и селиться первые поселенцы хутора талова появились 17 декабря 1880 года весной 1881 года в хуторе поселились три брата казака сергеевых из соседнего хутора того времени улицу из трех дворов стали называть улица из сергеевых сюда стали переселяться люди из станицы ермаковской крутинской и хутора бугаевского 1882 году население на казачьем круге решила именовать свой населенный пункт станицей новой ермаковской люди занимались здесь в основном земледелием и животноводством конце 19 века акционерное общество по строительству железных дорог юга россии начала производить изыскательные работы для строительства одноколейки лихая царицын по одному из вариантов дорога прокладывалась через земли помещика татцена акционерное общество обратилась к нему и предложила большую сумму денег отказавшись от татцена поставил одно условие станица проектируемая на сотом километре новой дороги должна быть названа его именем 1898 году железнодорожная ветка лихая царицын вступила в строй возле станции помещики татцена и попов начали строить свои дома магазин через десять лет здесь выросли новые улицы в этом квартале расположены административные здания здание городского суда в здании бывшей гостиницы на данный момент расположено несколько организаций таких как банк центр социальной защиты населения пенсионный фонд отдел образования татцинского района и центр занятости населения слева от нас здание администрации татцинского района справа здание райпо возле районного загса была установлена композиция для свадебных фотографий в 2020 году площадь была реконструирована в здании магазина раньше располагался кинотеатр юбилейный мы сейчас приближаемся к центральной клумбе а когда-то на этом месте стояла знаменитая и любимая всеми жителями гвоздика высотой около пяти метров в в в в в Субтитры подогнал «Симон» В 2018 году в Станице Тацинской было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». В честь этого был установлен памятный знак. А когда-то в этом здании располагалось кафе «Огонек». Сейчас здесь находится МФЦ. Также был реконструирован фонтан. Он стал немножко поменьше и носит сейчас название «Фонтан Победы». За фонтаном расположен спортивный комплекс «Гвардейский». Справа от нас находится районный дом культуры. За ним расположена детская музыкальная школа. А в этом здании находится Тацинская сельская администрация, опорный пункт полиции, налоговая, Сбербанк, отдел культуры по молодежной политике и спорту. В 2022 году запланирована реконструкция аллеи «Дружбы», по которой мы сняли. Сейчас сдвижемся. Переулок Комсомольский. Здесь расположена школа номер 2 и детский сад «Солнышко». На пересечении улиц Ленина и переулка Пионерский находится Россельхозбанк, а также дом детского творчества. А это здание было построено в 1929 году. Здесь был цех по переработке подсолнечника. Пострадал от пожара, после чего перестал функционировать. Старожилы вспоминают, какой аромат стоял от подсолнечника. К большому сожалению, это здание в данный момент никак не используется. Также не работает и кондитерская фабрика, в которой позднее был консервный завод. Нашу прогулку мы заканчиваем на переулке электрификации и возвращаемся обратно на площадь борцов революции. Памятник расположен в центральном сквире имени Нечаева, станицы Тацинской. На постаменте, отделанном серыми гранитными плитами, два мальчика-пионера стоят в полный рост, показывая дорогу танкистам на немецкий аэродром. На постаменте надпись «Гриша Волков и Федя Игнатенко». Перед памятником установлена надгробная плита. До 1966 года это была братская могила, а в 1976 году рядом был сооружен памятник. В 2014 году был реконструирован парк Нечаева. Здесь сохранились старые деревья, благодаря которым в парке в самый знойный день всегда прохладно. В год 90-летия образования Тацинского района 25 июля 2014 года после реконструкции открыт парк культуры и отдыха имени Нечаева. Инициативу реконструкции парка, предложенную главой района, поддержал губернатор Ростовской области. А это мост для новобрачных. По традиции на нем все влюбленные вешают замок семейного счастья. А это единственное здание с аркой Станицы Тацинской. И когда люди вдруг потеряются, они всегда говорят, что встретимся под аркой. Так как это центральная часть Станицы Тацинской, в большинстве зданий здесь расположены магазины. По улице Максима Горького мы выходим к привокзальной площади. На привокзальной площади установлен памятник Стелла. Стелла посвящена героям гвардейского танкового корпуса под командованием генерала Боданова. Первый камень-фундамент памятника заложил генерал Боданов в 1967 году. Когда приезжал в Тацинскую, навстречу у ветеранов 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Открытие памятника было приурочено к 25-летию Великой Победы. Удачное географическое положение выбрали для Станицы Тацинской. Она равномерно удалена от Волгограда и от Ростова-на-Дону, до которых расстояние составляет свыше 260 километров. Расстояние до столицы города Москва составляет 1050 километров, до Санкт-Петербурга свыше 1700 километров. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, оцените видео, поделитесь им в социальных сетях. А я вам говорю до новых встреч на проекте «География России». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok